Девушка, вы выбрали, что будете заказывать? Девушка! А, да. Мне, пожалуйста, что-нибудь воздушное, нежное, хрустящее, очень-очень сладенькое, но в то же время не калорийное. Секундочку. Пожалуйста, воздушное, нежное, хрустящее, сладенькое и не калорийное. Макарон, макарони, макароны, макарон. Как только не называют это французское лакомство по-русским. И хотя, с фонетической точки зрения, правильным вариантом является последний, многие стараются избегать его. Видимо, чтобы не путать с другим известным блюдом. Поэтому чаще всего можно услышать, что это яркое, пухлое пирожное называют макарон. Макарон или макарон. Французская сладость из яичных белков, сахарной пудры, сахарного песка, молотого миндаля и пищевых красителей. О происхождении лакомства до сих пор ведутся споры. Гастрономическая энциклопедия отмечает. Что макарон был изобретен в 1791 году в женском монастыре во Франции. Существует и другая точка зрения. Макарон появился в 1533 году, что связано с прибытием во Францию итальянских поваров Екатерины Медичи, которая вышла замуж за короля Генриха II. С течением времени макароны несколько видоизменялись. Однако, остались любимым десертом не только французов, но и сладкоежек по всему миру. Вначале будет слышен хруст, а потом сахарный взрыв. Как же сделать так, чтобы получилась такая хрустящая корочка? Итак, щепотка соли, 6 яиц, 400 г сахарной пудры, 250 г смолтого в крошку миндаля, 1-2 капли пищевого красителя. Далее, белки взбить до пышности, добавить сахарную пудру, аккуратно перемешать. Разделить массу на 4 части, добавить в каждую часть по капле красителя, наполнить кулек и выложить на противень. Затем печенье поставить в духовку. Вроде ничего сложного, можно и дома приготовить, но по мне так лучше наслаждаться любимым лакомством в ресторане или кофейне. А вы еще зелененькую не пробовали? Попробуйте, пожалуйста. Зеленый с фисташковым кремом, желтый с лимонным, розовый с клубничным, а коричневый с шоколадным. Кстати, модный бренд Кинзо пару лет назад выпустил клатч формой, напоминающей макароны. А ювелирный дом – украшение, как дань популярности лакомства. Но по мне по душе съедобный вариант макарон, особенно в сочетании с чашкой ароматного чая или кофейне. В понедельник, во время рабочего дня, наслаждалась французским лакомством Татьяна дежурная по рубрике. А это вам подарок. Лично от меня. Спасибо.